Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю дуэльную партию против ниндзя. Пожалуйста, если вы не видели первую, то вернитесь к ней, ссылку на неё вы можете увидеть в верхнем правом углу, белая кнопочка I, нажмите, кликайте на первую серию и переходите, начните смотреть с неё. Ну, а я продолжаю. Ну, я у него ПРУ Техи, прикольно. ПРУ Техи Да, как-то не очень берётся. ПРУ Техи Я правда не знаю, нафига ему этот город вообще в принципе... Но он его зачем-то построил. ПРУ Техи Да, поплывём в Кантиоху хоть одним. ПРУ Техи 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 Надо будет на счастье брать что-нибудь. И вообще мне надо... Так, а когда у него там через пять ходов что-нибудь сопру? Надеюсь. Он как минимум в ланы вышел, то есть я в ланов могу спереть, если что. Ну вот, я его уже практически догнал по науке, правда по всему остальному отстал почему-то. Ну там небольшие, видите, такие. Ладно, я его все равно апгрейдить не буду. Поехали. Да. Суровая заруба. О, я какой-то караван разграбил. Ай-яй-яй. Уходим. Так. Блин. Вот это я зря. Уходим. Так, производство у меня добавилось. И золотой век пошел. Так, по идее я должен сейчас вернуться. По производству на первое место, да? Не фил, не фил. Я так вернул на пятьдесят молоточков. Это мне понравилось. Так. Что, надо тут контролировать, а то, может, захочет быть. А я тут понимаш. Ну, вообще, я как-то очень странно играю. Откровенно. То есть, у меня вот эта атака иностранным легионам. Я уже в который раз с кем не играю, она у меня поставит что-то неподготовленное. Вполне возможно, стоило бы и с артой идти. С другой стороны. Раз, два, три. Уходим. С другой стороны. Я всего два легиона потерял. В принципе, это норм. Блин, зато фрегат потерял. Но он гатлингов настругал. Ну, правильно, у него же это Артемида. Поэтому он гатлингов и настругал. Так. 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 Надо бы мне идти вообще в мою эту. В статую свободы. Что я на него нападаю? Пускай он на меня нападает. По-моему, это его дело. Больше, чем мое. Нет, я не прав. Так. Ни, ты так. Нам, меня не хватает. Так. Может быть. Будем тут контролировать, чтобы он не плавал. Не было. Не было, не было. Ух. 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 Не было. Не было, нет. Ух. я вижу что у него на берегу творится мне этого достаточно собственно так давайте-ка мы это все продадим я не буду тратить деньги на апгрейд этих юнитов так у меня несчастье началось плохо так однить могу зоопарк купить так ну в общем тут походу либо до самолетов либо до линкоров пускай он ну блин не знаю зачем мне на него нападать пускай он мучается со мною так так ну блин сплавать он его гатлинг по обстреливать что мне счастье делать а ну я щас приму что-нибудь там на счастье там по моему рынок банк счастье дает ну в свободе кстати с счастьем он похуже конечно что и Продолжение следует... 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 если рядом в смысле есть золото или серебро где оно да, золота и серебра у меня нету то есть от каждого банка истока кчения, то есть в принципе теоретически плюс 8 а от каждого национального чуда раз два три четыре да надо от нету 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 Генерал меня набил. Ну, неплохо. Так. Один юнит готов. Этот юнит, к сожалению, не готов. Так. 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 Так что не знаю, что тут в итоге будет. Я думаю, мне надо до линкоров терпеть. Так, электричество. Это... Через сколько я там у него что-нибудь сопру? Через 6 ходов. Ну, вот 3-3. Может, у него... Нет. Он вообще сюда еще ничего не вышел. У него он... У него нет. Даже кавалерии нету. Не пойму тогда, в чем он меня опережает. Что же он там такое открывал? Может, купить... А, ну тут я нигде уже не поставлю, конечно. У него... У него... У него... Вопрос, конечно, будет ли у меня нефть. Но мы будем надеяться на лучшее. Так. Что он там строит в Гатлинге? То есть, я могу спокойно строить чудеса. Что меня вполне устраивает. Что у нас со счастьем? Ну, он явно там... У него со счастьем все путем. Я даже не знаю, стоит ли мне генерала туда... Ну, с другой стороны, он будет давать силу... Этому чувачку. Этому чувачку. Так. Какие у нас еще чудеса не построены? Бараки в Бразилии нету. Угу. Ну, сикстинская капелла. А в столице сколько она строится? Три хода. А сколько надо на инженера? Тысяча. Три хода. Ну, я думаю, к открытию этой... Как его? Статуи Свободы... Как раз... Статуи Свободы... Как раз... Ну, а этим можно вниз сплавать, кстати. Вот тут высадиться. Опять в тылы у него сбегать. В общем, море я полностью контролирую. По развитию, конечно, не так все радужно, как хотелось бы. Но, тем не менее, я не думаю, что у меня там будут какие-то проблемы. Блин. Хотя... Наверное, производство в Сан-Павло отправим. Удачи. Продолжение следует... 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 так тут все норм ну и тут пускай так будет отличненько так счастье вернулось я ничего не могу спереть у византийца жалко может потратить ученого на 1089 да нет своим ходом дойдем и Продолжение следует... 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 так быстрее плавают еще один ученый ну давайте попробуем сжечь уже 1979 до примерно в одно время так и мне нужен нефть миссионер круто если меня будет нефть то собственно можно сжигаться в линкор и денег на апгрейд у меня есть самих юнитов у меня куча так что все будет ok можно парочку лансеров кстати здесь поднастроить все равно качаемся неважно кого обстреливать не будем апгрейдить пока хотя вот этого можно проапгрейдить ну тоже так не очень атакует ну как я все вовремя великий инженер куплен в момент открытия блин один ход надо подождать так так не много у меня конечно к сожалению и вот там где есть ресурсы я свои вот эти кастрюльки построить не могу как бы у меня побольше было всяких вкусностей так он steam power даже не открывал и в динамик не выходил ну что сейчас еще минус счастье получили ну я за ними проголосую мне просто как человек нравится поэтому пускай он будет в этой игре главным так ну что это все не надо армари тут у нас что героический эпос мне до нефти 6 ходов да может сжечь блин а синий будет нефти тогда эти ученые то нужны будут в чем дело а а а а Ну я бы догнал по науке, но я сжёг учёного всё-таки. Тут по производству он вырывается, потому что он принял пятилетний план, хотя, а может и не принял. Так, ну тут мы ему, к сожалению, капец. Ну, мне кажется, в свободе больше брать нечего. А вот в рационализме есть неплохие штуки. Кстати, что с рационализмом моего соперника? Традиция, либерти. Нету вообще у него рационализма, походу. Сколько тут, 45-60, а тут… О, скоро смогу через две клетки стрелять. Блин, нафига я каждый ход. Блин, нафига я каждый ход. Блин, нафига я каждый ход. Всё заново кликаю. Так, ну может уже в Бразилию тогда на еду отправить? Пускай там занимается моим скаутом, ой, скаутом, лансером. Так, надо посмотреть у меня на сайте, сколько стоит апгрейд юнитов. Сириус статью сделал. Я думаю… Я просто не помню, сколько стоит из фрегата в… В как его? Ну, в батлшип. Сейчас глянем. Так, наземные, кавалерия. Лучники. Морские юниты. Линкор 265. Дорого. То есть, у меня только хватит денег этих проапгрейдить. Ладно. 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 Построим порт, чтобы можно было… Я этот порт и ещё следующий, чтобы можно было быстрее строить эти юниты. Блин, может… Нет. Ладно. Они убили меня опять шпиона. Страшный шпион был. Блин. Проспал. Таракутовая армия. Оксфорд. Оксфорд. Да. Вот какая проблемка. У меня нету алюминия. Поэтому… У моего соперника алюминия дофига. Но… А, нет. В Константинополе он может построить. В Никее не может построить. В Варнии тоже. Не знаю, какой там ещё у него город. Но… Плохо, конечно. Ну… Вот это всё не надо. Поэтому давайте Police Station. А здесь… Вот. Сипорт. Потому что он даёт на… На сколько там процентов? На 15% быстрее строится… Морские юниты. У меня уже ап будет. Их ещё 4 хода. 2… 2… 2 хода. Продолжение следует... Блин, такой прокачанный у меня шпион был и умер. Жалко. Ниндзя вышел в модерн эру. Он нефть не открыл. Ну, тоже, по-моему, в Replaceable Parts. Ну, кстати, мне надо, походу, посадить в спецы всех. Так, шутил мне там. Так. 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 Так, шутил мне там. Ну, даже не знаю. Надо, наверное, на железную дорогу уже готовить рабочих. О! Прокачка на дальность, отлично. Так, шутил мне. Так, шутил мне. Так, шутил мне. Да. Ну, биологию я открою. Блин. Блин. Да ладно. Бешеный. 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 все что надо так здесь не вот полет надо будет изучить а потом электронику главное чтобы нефть была если нефти нету то печаль можно оксфордом электронику будет открыть арсенал меньше хитпоинтов добавляет чем стена прикиньте обалдеть ну нет все жаль да ладно ты со своими прокачанными гатлингами гад тебя убью все равно да ладно подлодки в голове у лёши дури кислота это я да так но мне видимо надо вот так сделать это оксфордом открыть нет сожгем ученого для открытия подлодок о у меня нефти немерено окей и надо спасать мои фрегаты так а где нефть раз нефть два нефть вот главное где нефть ей надо обработать знаете что мы и обработаем наверно генералом до подводки тон хорошо придумал блин надо спасать а то думаю как он не убивает я думал у него гатлинги прокачены на этот выстрел один так капнем да ладно ну че ты мне как как он не их убивает блин гаденыша дури а а Продолжение следует... Может купить подводную лодку? Продолжение следует... Главное сберечь мои вот эти прокаченные четыре хода от его подводных лодок. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас он мне там бед натворит... Прям ты хоть подставляй какой-нибудь юнит ему туда. Так, в Oxford опять один вход. Продолжение следует... Ну видите, сообразил человеку. То есть это сильный игрок, нельзя, понимаете? Это самое, блин, неприятное, когда... Я, конечно, там начал обрабатывать нефть, но я, скорее всего, туда просто поставлю крепость генералам. Блин, одной подводной лодкой отдал столько юнитов на ровном месте. Блин, вон еще одна... Блин, вон еще одна... Продолжение следует... 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 Надо этот НТО брать, блин. Так, что тут СИПОРТ, тут ОКСФОРД. Всё, следующим ходом. Ниндзя отлично сообразил с подлодками. Ну я думаю, что недавно вот две подлодки он построил, так что я думаю, в антилохе сейчас ещё не будет подлодок. Даже если будет, то он одну убьёт, а потом я одну убью. Всё. Так, теперь пойдём в пластик, потом в железную дорогу. Так, начинаем строить батлшипы, а тут будем три планы строить. По случаю, если он решит меня атаковать. Так, а сколько они стоят? Может купить один батлшип? 680, вполне. Тут покупаю, потому что у меня тут две прокачки будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И главное антиох взять. И проблем с атакой с моря у меня не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... А что у меня не сидит у меня в моей столице, куда я его делал? Странно... Продолжение следует... 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 Блин, а чё я не использовал? Да. Адмирала не использовал почему-то. Так, пока нефти нет, построим армори. Так, здесь у нас и филевую башню давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Так, он тут еще ко мне не плывет, к случаям. Ну меняйся отлично. Так... Все. Теперь мне никто не мешает. Что-то мне кажется, что тут уже для него ГГ собственно. Так... Так... Ну, наверное, мне подлодки не нужны больше. Хотя засвечивать могут незаметно. О, у него уже триплан. Я думал, бомберы будут. Попробую уговорить его сдаться. Ну, потому что тут уже не выиграть ему. И ему... Так... Ну... Тихо... Да ладно? А триплан мой что делал? Блин. Блин, не успел. Ладно, пускай один ход построится и я ее продам. Купить может самолетик. Пошли наверно Nikkei убрать, да? Странно, ну сидел же он для перехвата. А, у него триплан, типа, а я понял, все я понял, он типа трипланом обезоружил, а потом бомбером убил. Я, наверное, продам подводки, потому что они мне больше не понадобятся. Все. 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 Бесполезно, построил юнит и продаю его. Нормально, да? Все. 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 ، Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже если у него столько же нефти, ему это не поможет Самолеты, эти батлшипы даже следующими самолетами не очень сильно коцаются А его юниты как раз коцаются Я вот взял один город, потом второй, вот сейчас эту Никею постепенно, потом за Константинополь возьмусь и все А в это время у меня развитие продолжается В то же время я сам не очень хорошо играл по-хорошему Мне вот, честно говоря, в его игре не очень понятно, во-первых, почему он не поставил на море столицу И даже если он не поставил столицу на море, почему он следующие города не поставил Но, кстати, я у него не спросил, какие у него чудеса были Сейчас я его спросил, какие чудеса Я не знаю, что я тоже поставил не на море, я потом все остальные свои города поставил на море Вы же видите, не знаю, что они далеко были И мне кажется, вот Никея вполне вот тут могла на море стоять неплохо И для Антиоха, вот как, например, где-нибудь здесь А, Виктория и Кратер Беренджера Ну, как я говорил, Виктория, видите, у него Виктория, видимо, вот у второго города была Виктория И он там нехило отъелся И Кратер Беренджера Ну, в общем В общем И опять, не самая моя лучшая игра Потому что можно было, блин, подготовить высадку иностранным легионам тоже можно было получше А не так, как я это сделал То есть надо было больше фрегатов стоять уже фрегатами Вот тут И уже под прикрытием, даже, наверное, вот тут Под прикрытием фрегатов высаживать по четыре тут хотя бы легиона И не давать ему их убивать Ну, тем не менее, вот такая сложная, долгая игра Но я победил Начало турнира вроде ничего так началось Потому что, еще раз повторю Ниндзя это сильный соперник Так, волей жребия Потому что он не участвовал в предыдущих турнирах Его нет в рейтинге Поэтому вот так получилось, что мы с ним в первом туре Ну и все